МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас жених и три невесты. Эрудированная телеведущая Юлия. Эстетический юрист Эсмеральда и экстравагантный инженер Елена. А жених у нас Антон. Давайте посмотрим. Антон. 33 года. Возлюбленные полгода металось между ним и бывшим мужем. Устал страдать и уехал в Америку. Девушка его не дождалась. Антон в прошлом журналист. Сейчас директор коммуникационного агентства. Играет в большой теннис, коллекционирует фигурки слонов. Намерен разбогатеть и стать главой семейного клана. Антон никогда не посмотрит на невыразительную, необразованную и алчную девушку. Ему важно, чтобы его будущая жена вписалась в его интеллигентную семью. Давайте встретим Антона. Мы вас ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас снова видеть. Спасибо, дорогой, спасибо. Симпатично. С кем вы сегодня пришли? Это мои друзья Аркадий и Света. Очень приятно. Со мной, как всегда, профессиональный астролог Василиса Володина и профессиональная сваха Роза Цибитова. Антон, вы же были у нас на программе. И даже в газете напечатали, мол, Антон нашел невесту. Вы об этом знаете. Конечно. Ну, а что не сложилось-то? Ну, на самом деле, за что мне нравится ваша программа, вы говорите иногда такие вещи, очень правильные, которые даже сразу вроде бы люди и не видят, и не знают. АПЛОДИСМЕНТЫ Как сказала Василиса, Лена такая девушка, которой нужно добиваться. Мне немножко это не близко, вот эти все игры. Мне кажется, должно быть все искренне. Это очень хорошо его характеризует. Такое серьезное намерение, я сразу видно, что серьезное намерение. Антон, Вы очень привязаны к своей маме, я знаю. У Вас нежные, доверительные, вот такие дружеские отношения. И для Вас, конечно, очень важно, оценит ли мама избранница. Да, для меня это важно. А до этого у Вас были истории, когда Ваши девушки не приходились, да, ко двору? Ну, все равно, на самом деле, выбор делаю, конечно, я. Маму надо слушать, естественно, конечно, обязательно. Ну, а как Вас угораздило попасть вот в этот любовный треугольник? Ну, треугольника вначале не было никакого. То есть это, мы просто познакомились с девушкой, возникли чувства. Треугольник возник потом, потому что вот эта третья сторона треугольника, она для меня была неизвестна. И вдруг выяснилось, что она замужем благополучно, у нее ребенок. Что она была замужем, но развелась. Но муж никуда далеко не делся. Ну и что, какая разница, интрига. У Вас была съемная квартира, Вы привели ее домой. Где она спала? Где были ее помады губная, зубная щетка у Вас? На самом деле, до конца не получилось, что она переехала ко мне. Это было что-то вот на жизнь на чемоданах, такая. С рюкзачком пришла? С рюкзачком ушла. В общем, Антон, Вам хотелось бы думать, что она Вас любила безумно, что муж у нее был в прошлом, и что все у Вас было бы хорошо, если бы не гад бывший. А как Вы думаете, женщина должна говорить, что она скачет из одной кровати в другую? Нет, конечно. Так же, как и мужчины рассказывают про больных жен, которые, если он бросится, сойдет с ума, выбросится из окна. Ну, все так происходит. В этих треугольниках по-другому не бывает. Только у Достоевского, который говорит, и тебя люблю, Митя, и тебя люблю. Видишь, не бывает по-другому. Ну, может быть и так, но я думаю, все-таки нет. Представляете, как стимульнуло бывшего ее? Что такой красавец, Антон. Стимульнуло, а потом меня не стало рядом, и, в общем-то, у них обратно все разладилось так же. Ну, откуда Вы знаете? Ну, знаю. Нужно быть сильнее и пережить эту историю. Да, у меня 35 лет, но все-таки. Ну, вот Вы когда из Америки вернулись в Москву, и у Вас здесь появилась новая любовь, расскажите. Познакомились через интернет, ну, а потом получилась так, что подозрительность, вплоть до чтения смс-ок. И что еще мне не понравилось, так это везде где-то вот должны были светиться деньги, и главный критерий в выборе мужчины – это его зарплата. Неужели все мужчины считают, что женщины ради денег только хотят с ними встречаться? Слушайте, она прямо вас грузила, вот деньги зарабатывает, давает, да, или как это было? Например, рассказывала, вот я видела мужа подруги, он такой классный, такой классный. Я думаю, ну что он классный, он дарит цветы или еще что-то. А она говорит, у него машина классная. Понятно. Вот такие дела. Она дура просто была, Антон. Расстались без сожаления? Ну, более-менее спокойно. А что вам мама говорит, что она советует, Антон, вот и дальше, сыночек? На самом деле у меня мама в этом плане совершенно нормальная, хорошая. Да я верю, послушайте, я тоже нормальная, но я же сыну предупреждаю. Я говорю, для нее главное на самом деле, да, чтобы все-таки меня девушка полюбила по-настоящему, чтобы не я просто вот отдавался, да, в никуда, как об стену головой, но чтобы я тоже получал. И то есть вот это была взаимность, это важно. Знаете, как говорится, я часто повторяю, жена как земля. Земля всегда отдает больше, чем берет. Вот, а это видно по поступкам. Сколько берет, сколько отдает. Жена должна больше отдавать, как земля. У вас интеллигентная семья, образованная мама, папа? Братья и сестры есть? Нет. А если в ваш дом придет хорошая девочка, ну, очень простая, ну, не знаю, там, швея-мотористка, ну, хорошая, будет любить вас? Мне кажется, это может быть и получилось бы, но все-таки, скорее всего, девушка должна быть примерно из близкого круга, чтобы мы могли как-то друг друга лучше понимать, что было о чем поговорить. А у нее будет вот такая вот мудрость от земли. Вот будет она по-женски чуткая, мудрая, умная, но из очень простой семьи. И сама будет хорошенькая, но будет прям простая, прекрасная. Ну, это не исключено абсолютно. Главное, не глупо, да? Ну, конечно. Она может быть по-житейски умная просто, да, но не орудированная. А для мамы важно, да, кто родители девушки? Ну, маму это интересует. А что вы так стыдитесь, Антон? Нормально мамой должно интересовать, откуда пришла девушка. Нет, мне тоже хотелось бы, чтобы у меня появилась, например, не просто любимая девушка, но и расширилась семья. Это было больше хорошо. Главное, чтобы у невест не сложилось впечатление, что ты маменькин сынок. Вот на что, собственно говоря, с этой. А что такое маменькин сынок? Я хочу определить, потому что буквально на каждой программе мы вот мучаем эту тему. Давайте с сегодняшнего дня маменькиным сынком считать мужчину, который стал уже зрелым, самостоятельным, но решение самостоятельное без мамы принимать не может. А если мама чуть что, если сын принимает самостоятельное решение, сердечный приступ, скорая помощь, угроза, я не знаю, суицида? Ну, это оно и есть. Если сын реагирует на это, значит, маме и дальше будет попадать в скорую помощь. Да здесь такой круг вообще. Это страшная история. Главное, что вас отпустили в Москву, значит, пополин давно отрезанная. Не переживайте. Вы же самостоятельно живете. Ну, все, мы определили, что такой маменькин сынок, Антон не маменькин сынок, он просто хороший сын, достойный мамы. Спасибо. Да, и мы будем сегодня искать женщину, которая органично вводит в вашу семью, которая с уважением отнесется к традициям вашей семьи, что для вас дорого, и это правильно, которая будет вас уважать. Мы очень постараемся. Роза, у тебя есть что сказать? Почему я люблю возрастные программы? Потому что как сваха можно договориться с опытом, с молодостью. Меня это приводит в восторг. С молодостью нельзя договориться. Природа, у вас все туркает, йокает и так далее. Это, в принципе, любовь, как говорится. Лучше влюбленность. Так вот, ну что, не буду я мешать природе, потому что сегодня все равно разум слушать не будете. Но просто хочу напомнить, что нужно быть очень благоразумным женитьбе. Мама ваша сказала бы так. Что это значит? Предпочитать человека деньгам и приданному, душу, телу или наоборот. Собственно говоря, но самое главное, понимать, что твоя вторая половина, твоя жена будет разделять твою участь в трудностях, в заботе и так далее. Я сегодня попытаюсь это разглядеть. А ты давай по природе. Вам нужно искать девушку тонкой душевной организации, но они не всегда бывают интеллектуальны, не всегда бывают интеллигентны до конца так, как хотелось бы. На самом деле ум и душевность – это не одно и то же. Вот я вам советую, с одной стороны, выбирать душевную девушку, с другой стороны, не гнаться за огромным, за облачным коэффициентом интеллекта и одновременно не быть с ней жестким. Потому что вы, выбирая девушек, правда, тонких, предпочитая их из других, вы способны на жесткость мужскую. Это только в мультиках. Прекрасная, тонкая принцесса, ранимая и какой-то смелый, очень сильный рыцарь, который себя по-мужски ведет. На самом деле, если этот рыцарь сам не будет душевен, то отношения не склеятся. И второй совет. Прислушивайтесь внимательно к рекомендациям Ларисы. Я, как специалист по символам, могу сказать, что не зря сегодня Лариса появилась в серьгах, в которых камень цвета ваших глаз. Я думаю, что именно Лариса может подать правильную рекомендацию сегодня. Я бы себя поцеловала, но у меня яркая помада, Василиса. Потом. За два с половиной года первый раз посоветовала ко мне прислушаться. Хорошо, Антон. Очень скоро у нас начнутся смотрины, не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Антона. Я предлагаю вам познакомиться с первой девушкой. Проходите, удачи. Здравствуйте, Антон. Меня зовут Юлия. Надеюсь, это знакомство станет приятным знакомством для нас обоих. Очень приятно. Хорошая, приятная. Да. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Кто пришел с вами? Со мной пришли мои друзья Марина и Артур. Очень приятно. Давайте узнаем вас получше. Юлия, 27 лет. Телеведущая. Имеет два высших и три специальных образования. Увлекается экстремальным вождением. Мечтает посетить все крупные столицы мира, а в старости поселиться на Бали. Юлия долго не могла выбрать спутника из двух мужчин. Начала встречаться с одним, потом ушла к другому. В результате осталось ни с чем. Надеется, что по поводу Антона у нее не будет никаких сомнений. Юлечка, а как получилось, что в вашей жизни с темплона возникли два прецедента на ваше сердце? Ну, вы знаете, как кто-то сказал, что в жизни женщины бывают две большие любви. Не знаю, насколько это правда, но в моей жизни они были. Так получилось, по иронии судьбы, что это стали два лучших друга. Ну, Антон, тоже у нас уже в любовных треугольниках участвовала. Рассказывайте, как познакомились. Познакомились мы банально. Я возвращалась домой поздним вечером, и они ехали вдвоем на машине. Увидел меня один, из машины вышел знакомиться с другой. Сначала я отвергала молодого человека, не хотела с ним общаться. Мне он как раз-таки показался маменькиным сынком, очень таким избалованным, богатым. И я не хотела с таким человеком общаться. Двое познакомились, то ли ей один понравился, то ли другой. Ну, как-то так получилось, что сама не заметила, как уступила его ухаживанием и влюбилась. Мы встречались с ним какое-то время, а потом ему пришлось уехать по работе за границу. Я его очень долго ждала, его любила. И он приезжает. Приезжает абсолютно другим человеком, не тем, кого я любила. Я видела в его глазах жестокость, я видела в его глазах неинтересность. Любовь была в вашем воображении. Вы же не были близки, вы вместе не жили. Он был за границу. Мы провели буквально перед отъездом три месяца вместе. Юлечка, а что же за перемены такие? Как вы думаете? Я думаю, что хорошая жизнь, деньги. А что он плохая? В Лондоне, да? Нет, ну, имеется в виду его. Он поехал деньги зарабатывать, на тот момент у нас не было ничего. Вы говорите, у него в глазах была жестокость, а в поступках это как-то проявлялось? Может быть, просто он с дороги был измотан? Нет, честно говоря, я долго-долго присматривалась, я долго ждала, я долго надеялась, что все-таки у нас сложится с ним. Потому что, как казалось мне, это был мой мужчина. Юля, а как вот складывается? Складывается, когда люди что-то делают относительно друг друга. Вы ждали. Ждала, да. Что он не делал тогда? Не делал того, что делал раньше. Наверное, должен был предложить вместе жить, да? Сесть квартиру, привезти кучу подарков из Лондона. Не сделал этого. Да, какие там подарки? Мне не нужны были подарки, мне нужно было внимание. Его не было, к сожалению. Сначала оно было, потом оно куда-то просто испарилось, и все. Да, знаешь, я не люблю, да. Может быть, он просто потерял интерес уже к ней, увидел что-то. А может быть, они просто с другом пообщались и решили, что дружба мужская дороже, чем 19-летняя Юлька? А потом был второй друг? А может, они договорились между собой? Это уходит, тот остается. У них определенно были какие-то разговоры, но какие-то были разговоры, к сожалению, не были. А нет ощущения, что они вас развели, попользовались, два друга? Нет, нет. Со вторым отношения длились 4 года. Ой, это было бы жестоко так думать. Не хочу так думать. Лариса не нужна. Хорошо, Юлечка, а они общались между собой, вот когда вы 4 года у вас были? В общей компании вы все равно встречались вместе? И как на бывшего возлюбленного реагировали? Когда я полюбила второго друга, все, что было раньше, для меня померкло. Почему не женился-то? 4 года. Вот и я задаю себе такую вопрос. А вы считаете, а влияние друга на вашу... Было. Женская дружба такой должна быть тоже. Можно и парня отхватить, и с подругой они поссорятся. Ну и почему расстались через 4 года? Вы знаете, была страсть, была любовь вторая, да? И через какое-то время, видно, мы поняли, что мы разные. А сейчас встречаетесь с ними? Нет, они живут в Санкт-Петербурге, а я здесь. Я уже 2 года одна, и не могу найти мужчину, который будет мне подходящим. А вот какой подойдет вам? Определитесь. Мне нужен сильный мужчина. Наверное, она просто кокетничает. Наверное, просто деньги нужны, а сама скрывает. А в чем сила мужская? Вот в чем? Внутренняя сила в нем должна быть. Он должен уметь меня прижать к ног. Зачем? Вы что, девочка даун с телевизионным уклоном? Нет. Просто все мужчины, которые попадались мне на пути, они были немножко слабее. А зачем? Они молчали, когда нужно было говорить. Юлечка, когда мужчина влюблен, он слаб. А вам это зачем? Что именно? Чтобы мужчина вас к ногтю, там, я не знаю, там, в бараний рог. Зачем вам это? Не то, чтобы в бараний рог, но так происходит, если со мной рядом слабый мужчина, через какое-то время ему самому становится со мной тяжело. А если он хорошо воспитан, он интеллигентен? Это другое. А вы это воспринимаете? Как мужская слабость? Я не встречала таких. Еще в чем сила мужская? Не только сила, он должен быть умен, образован, интеллектуально развит. Популярен в кругу ваших друзей? Не настолько, чтобы этим пользоваться. Все-таки я должна украшением быть нашей пары, а не он. Она хочет быть какой-то звездой, а мужчина должен где-то в стороне находиться. Вы телеведущий, вы достигли определенных успехов в своей карьере. И у мужа карьера пошла. Он говорит, все, дорогая, хочу, чтобы моя жена ждала меня. А у вас самый пик. Откажешься от карьеры? Если буду любить, да. Почему нужно обязательно мужа выбирать среди мужа и работу? Почему нельзя совмещать все? Сегодня жизнь такая, что женщина обязательно должна работать. Иначе им просто не выжить. Я это говорю для того, чтобы понять какие-то приоритеты. Нельзя ставить человека, не знаю, его просто... Это тупиковая ситуация. Если наши женщины перестанут работать, страна рухнет, давайте скажем откровенно. Девочки, не судите по себе. Я считаю, что страна женщина должна, наверное, работать. Что-то вы приготовили для Антона? Да, я приготовила небольшой сюрприз. С удовольствием покажу. Интересно, что она вам покажет? Это телеведущая. Я приготовила сюрприз в виде маленького психологического теста. Сколько съешь вишен? Представь себе природу. Птички поют. Голубое небо, тропинка. И ты идешь по этой тропинке. И навстречу тебе прекрасный цветущий яблоневый сад. Ну, вот в виде такого дерева. А на нем яблоки красивые. Вот сад, скамейка, тень от него падает. Что ты сделаешь? Ой, я не люблю такие тесты. Сорвешь ли ты яблоко? Может быть, ты приляжешь в тени, присядешь у этого дерева, отдохнешь. Может быть, ты не подаришь это яблоко. Я думаю, что если мы идем с тобой, мы, конечно, уподобимся Адаму и Еве, и я сделаю так. Слушайте, вы с ума сойтетесь. Вау. С настоящими яблоками. Молодец, молодец. Ну что ж, итак, вы идете дальше. Вы поднимаете голову в небо, а там птица. Какая это птица? Птица. Счастья завтрашнего дня. Может быть, конкретно вы сможете нападить? Возможно, белый голубь. Я теперь знаю вас. Следующее. Итак, дерево представляет собой какой-то достаток, материальный или духовный. То есть, встречая на своем пути возможность улучшить каким-то образом свою жизнь, вы воспользуетесь этой возможностью. Очень здорово. И тем более, это яблоко вы преподнесете своей возлюбленной. Это еще лучшим образом вас характеризует. Спасибо. Ну, а птица, которую вы увидели в небе, это спутница, которая была с вами. Должна быть рядом с вами. Это красивая птица, голубь. Я думаю, что вы сами знаете ответ на этот вопрос. Такая смекалка, девочка. Спасибо. Девчонки, мальчишки, идите в свою комнату. Ну что, вы скажете? Умница. Правда? Маме понравилось. Маме понравилось. Это вот такие девочки хорошие, которые нравятся всем мамам. Ну, это всегда происходит с мужчинами. Ну, ты произвела впечатление правильное абсолютно. Здорово. А вам как? Мне очень понравилась девушка. Прямо сразу огонек видно в глазах. Желание открыть свое сердце. Это очень важно, мне кажется. А то же всегда приятно, когда девушка думающая, работающая. Правда? Да. Ну, молодая, красивая, образованная. Но я думаю, что это не та пара, которую Антону подойдет. Почему? Аргументируйте. Да мне вообще кажется, что его женить не надо абсолютно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дурак какой. Разве ты друг? Разве ты друг? После всего... Да. Пусть живет нормально, хороший парень. Молодой, умный. А вы женаты? Я, да. Ну, у вас, наверное, не все безоблачно, да, в семье? Нет, у нас все в порядке, на самом деле. Чем же вам Юлечка так не угодила? Почему же она не подойдет? Ну, на самом деле, это не мой типаж. Давайте вот с этого начнем. Это не мой типаж. Так не ты же женишься. Не, ну это мой друг женится, я же должен ему сказать свое мнение. Красивая, длинноногая, умная, образованная, талантливая, молодая, яркая. Но длинноногая, это не всегда красивая, на самом деле. Вот этот чувак просто боится красивых женщин. Я тебе так скажу, я на твоей стороне просто так тебя не отдам, как говорится. Как Лариса любит говорить. Да, красивая, умная, образованная, хозяйству это здорово пригодится. Но самое главное, со временем, милый мой, а она от своей карьеры не откажется, будешь жить с телевизором. Спокойной ночи по телевизору ей желать, и, соответственно, спать тоже телевизор положишь. Это не про меня. Вот это не про меня. Мне Юлия по-человечески очень понравилась, но я вынуждена согласиться с Аркадием. Это не ваш типаж женщины. Все замечательно, правда умна, правда красиво. Но в ней самой вот такой какой-то слой социальный, я не хочу сказать фальш, а уже вот этой самой презентации профессиональной, ей нужен мужчина зажигающий. И я думаю, что она сама быстро-быстро запыхается вас как-то активизировать и зажигать, потому что вы немножко другой. Поэтому не могу ее рекомендовать. Новая встреча через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. И оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» на сходе Антон. Я предлагаю вам познакомиться со второй невестой. Пожалуйста, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Меня зовут Эсмеральда. Я хочу, чтобы ты вот так ручки сделал, как в детстве. Спасибо. Вот так. Это тебе. Такой талисман. Я знаю, что ты собираешь свой непосредственно. Я думаю, что тебе поможет этот талисман сделать сегодня правильный выбор. Спасибо большое. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так ей же нужен Квазимода. Здравствуйте, Эсмеральда. Здравствуйте. С кем вы пришли? Это мои подруги Ирина и Екатерина. Очень приятно. Давайте узнаем вас получше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эсмеральда. 29 лет. Владелица швейного ателье и юрис-консульт в крупной компании. Учится в строительном институте. Американца и швейцарца. Но никто из них не смог соответствовать ее идеалам. Надеется, что Антон подойдет ей по менталитету. АПЛОДИСМЕНТЫ Он заговорил со мной на английском. Потом мы с ним начали встречаться. А вы влюбились в него и он в вас? Знаете, это был очень открытый человек. Или просто были такие товарищеские отношения? Нет, 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 нет. Вы стали любовниками? Да, мы стали любовниками, конечно. Вы любили, либо просто встречались? Признавали, что вот ваш бойфренд, он иностранец. Как-то вы себя чувствовали социально с ним увереннее, может быть? Знаете, я сама по себе очень уверенный человек. Мне не нужно, чтобы вот мой бойфренд, чтобы чувствовать себя увереннее. Сколько у вас с ним был роман? Шесть месяцев. Потом что случилось? Начался кризис, и он с головой ушел в работу, и практически месяц мы с ним не виделись. Я ему каждый день звонила, и месяц мы не виделись. И как-то с подругами я вышла в клуб, как в свет тоже, и я увидела его там. А он вам сказал, что болен? Нет, он сказал, что у него переговоры, ты знаешь, дорогая, здесь ты должна это понимать. Было ощущение неловкости? Нет. Что вы его вот застали? Нет. Женщин обманывают сплошь и рядом. А интуиция не подсказала, что ваши отношения просто исчерпали себя, и он таким образом решил? Вы знаете, я ему давала шанс в течение месяца, я не звонила сама специально. А он? Он перезванивал, перезванивал, говорил, почему ты не звонишь, я по тебе соскучился, ну вот подожди еще немножко, тем более мы расстались в мае, а в августе должна была приехать его мама из Кентукки. И у нас уже такое знакомство с родителями даже планировалось. То есть он нам сделал предложение? Это такое помолвленное мы были. Просто красивый роман, а семью заводить уже уехали к себе. И? Вот. И я подошла к нему в клуб и сказала, что и где же твои переговоры? Он мне не смог ничего вразумительно сказать, я сказала, ну ты лжец просто. В общем, вы расстались. Как появился швейцарец? Со швейцарцем я тоже познакомилась в клубе. Два разные, одни и те же грабли. Он ухаживал за мной красиво, дарился... Жутноват, правда, был, да? Потом это начало выясняться. Он выбирал полгода себе спортклуб. Он говорил, ты представляешь, я полгода хожу в спортклубы бесплатно. Я говорю, как же так получается, полгода. Он говорит, а я прихожу на пробный урок. Ну, как бы на пробный урок, да. И они, видя мой статус, он действительно там был... У него, конечно, квартира, пинкаус на Таганке. Да, да. Ну, как бы он был достаточно... Погаточил. Достаточно. Снимал, да? Экспаты, да. Арендовал. Для него арендовала компания, конечно. И он, пользуясь своим положением, он приходил в эти клубы, говорил, ну да, мне интересно, но я еще не уверен. Вот я еще не уверен. Пожалуйста, покажите мне. Он неделю в один клуб ходил, неделю в другой. Он знал все клубы, которые были на Таганской. Покажил себе такое маленькое жлобство, развлечение. Он вас баловал? Баловал. Он мне дарил конфеты каждый день. А вот эта история с пакетом возле двери вина? Я посчитала, что наши отношения должны, может быть, перейти на другой качественный уровень. И я ему предложила, говорю, давай мы сегодня вечером устроим романтическое свидание. Вот ты все сделаешь, у нас такая традиция есть. Свечи, вино. Она королевишна такая, просто нереальная вообще. Я пришла к нему в гости, никаких ни свечей, ни шоколада. Просто стоял пакет с вином около двери и сказала, ну все, дорогая, это вот у нас такое романтическое свидание. Потому что он не знает, что такое романтическое свидание. Потому что он никогда этого не видел, потому что это вы предложили, а это должен был предложить ваш возлюбленный. Я не уверена, человеку 34 года. Ну так что, он другой. Он просто не захотел этого. Мне складывается впечатление, что она явный лидер, она берет все на себя. Однажды он заболел, вы носили ему бульончики, еду. Да, да. Я носила ему бульончики, еду. А потом все-таки так устали от ношения этих бульончиков. Вы решили развлечься и пойти в клуб? Да, он лежал больной, я пошла в клуб, действительно. И тут так получается совершенно случайно, да, что сталкивались с ним буквально нос к носу. Неловкая ситуация, как раз-таки, опять же, у него он в это время болел. Я ему накануне приходила... А вы в это время сказали, что шьете немножечко дома у себя? Нет, нет, нет. То есть вы ему объявили, что пошли в клуб, бросив больного молодого человека? Нет, подождите, больного молодого человека. Он, мы, во-первых, не жили вместе, у него грипп. У вас были с ним серьезные намерения? Да, да. Он вам делал предложение? Нет, он не делал предложение, но он именно ввел к тому, мы обсуждали, какой у нас будет дом, какие у нас будут дети. Все начинают встречаться и выбирают детям имена, ну и что? Где эти дети? Я не хожу в клубы, потому что уже я очень престарелая женщина. Но мне кажется, знакомство в клубе с одним женихом, с другим, ну, странных встретились и странных взойдемся. Ну, что там за интересы могут быть? Шум? Хорошо, если... Зато там не бедные собираются. Если перевернуть ситуацию, да, и я же нормальный человек, если бы ко мне подошел молодой человек, такой же, как я, да, он случайно заехал в клуб и познакомился со мной, и что на мне уже вот этот штамп несерьезности клуба, я считаю, это неверно. Нет, смотрите, случайно заехал в клуб, но у вас это система, мы же не говорим про случайное. Вы регулярно ходили туда знакомиться, вы регулярно ходили туда отдыхать от своего заболевшего молодого человека и так далее. Это может быть образ жизни, может, просто нужно поменять образ жизни, и тогда и мужчины, которые в этом образе жизни присутствуют, отойдут на задний план. И тогда будет меньше врущих, неверных иностранцев и так далее. Может быть, тогда появится просто более интересное... Покажите, что вы приготовили. Спасибо. Фон – это символ благополучия в семье, и не только в семье, в доме, и богатством, можно сказать. Когда его украшают по фэн-шу, это, значит, активизируют все его положительные качества. Я предлагаю тебе его украсить, то есть как бы так задобрить его. Она какой-то акцент делает, слон, богатство, что ее волнует, только деньги. Фон-шуй. Я несу первый вклад. Снимаем вот так? Да. Вы должны нарисовать, что они не так. Я знаю, индийский фонар. Такие. Мне кажется, ему вообще слон не нравится. Видите, он будет с большим сердцем. Будет не очень видно. Здесь у него сердечко. Которое он готов отдать. Какие бусы, я не понимаю. Какие сердечки. Вот, сердечки. Какие... Все. Спасибо, очень интересно. Огромное вам спасибо, Эсмиральда. Вы можете забрать своих подружек и проходите в свою комнату. Все, я выбираю не тех мужчин. Мне поставили диагноз. Аркадий и Светлана. Мне показалось, что Эсмиральда не тот человек, который должен быть рядом с Антоном. Удивительно незрелая, да, к своим 29 годам? Здесь, ну, не то чтобы незрелая. Мне кажется, здесь немножко не хватает мудрости для своих... Ну, какая мудрость 29 лет? Ну, бывают разные. Бывают женщины разные. Я просто наблюдала за тем, как она предложила украсить Антону этого слона. Тем не менее, сама начала руководить. Но мне кажется, ты не тот человек. Я думаю, что, конечно, Эсмиральда нацелена на мужчину-несоотечественника. Конечно, хочется красивой жизни, уехать, потому что там здорово. Конечно, ей приятно похвастать перед своими подружками, кто у нее. Мне кажется, для такого типа, как Эсмиральда, очень важно, что... Где ты живешь, в каких условиях, кто тебя окружает, кто твой жених и так далее. Да, совершенно точно. Ну, совершенно точно. При том, что клубы и так далее, что-то такой вот провинциальный налет в этом есть, не могу понять в чем. Нет, я в защиту скажу, я просто думаю, что вот она и рубашку Антона сошьет, и дом построит. А он, соответственно, со страстью и хорошее настроение, я на самом деле буду оппонентом. Ничего не будет ждать. Нет, будет ждать. А вы отели... Будет все ждать от мужчины. По интернету видели? Вы что-нибудь закажете по интернету шить? Нет, я не пришла. У нее интернет швейное ателье. И рубашку любила. Я все ему сделала. Да, да. Она любит только себя. Вот так ей внушили с детства именем, поклонением, любовью. Ну, хотите вы быть папой для него номер два? Не знаю. Если хотите, то, конечно, ничего. На самом деле, по психу, физическому типажу, по темпераменту Эсмеральда как раз ваша женщина. Но вы правда не герой ее романа. Действительно ориентирована на иностранцев. Притом ориентирована исключительно потому, что она не имеет четкого представления о своем образе мужчины. И мне кажется, что вообще... Ну, вы скажете, что раз иностранец, значит, как во французском кино будет вино, устрицы, путешествия, кабриолеты. Это не то, что не жрелось, я бы сказала, что это неразборчивость. Представляются Эсмеральди мужчины, как некий такой класс, без четких, я не знаю, атрибутов этого класса. Кажется, что это в целом вот как-то будут, какие-то в целом будут отношения. То есть нет четкого представления о том, чего она хочет на самом деле. Поэтому выбирает непонятно кого, по непонятно какому принципу. Результат понятно какой, как раз никакой. Впереди у нас третья невеста и судьбоносная выбора. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» и я предлагаю вам, Антон, встретиться с третьей невестой. Пожалуйста, проходите. Добрый день, Антон. Меня зовут Елена. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Я надеюсь, что твои внутренние качества так же хороши, как и твои внешние. Спасибо. Это усиленный вариант «Асмиральда». Здравствуйте, Лена. Это ваши подружки. Да, Надежда. Как зовут? Наталья и Надежда. Очень приятно. Давайте узнаем вас получше. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, 24 года. Инженер в фирме по землеустройству. Вышивает крестиком и посещает все футбольные матчи. Мечтает о квартире в спальном районе Москвы и мужа-начальники. Курортный роман Елена восприняла как первый шаг к ЗАГСу, но избранник не поддержал ее порывок. Надеется, что Антон всерьез отнесется к их знакомству. Насколько я поняла, ваш курортный роман продолжался уже после возвращения с моря, да? Да. Ну так вам повезло? Обычно все там же и заканчивается? Скорее, отношения какие-то начались уже после возвращения. То есть не было никакой самоцели и отношения эти продолжать. Но мы вернулись, каждый раз ехался по своим городам. Он живет в другой стране. В Таллине? В Эстонии, да, в Таллине. Мы стали общаться по интернету, и я поняла, что человек мне действительно нравится. Но он очень себя проявил, как-то хорошо показал. Он признавался вам в любви? Да. Вот с этой вот такой вот эстонской пылкостью, да? Да, но он русский, поэтому. Ага. А вот кому в голову пришло поехать на Новый год, по-моему, да? Да, на Рождество. Это был сюрприз для вашего возлюбленного? Нет, нет. Мы обговаривали этот вопрос. Он вас приглашал? Или вы ему предложили и сказали, я приеду на Новый год? Скорее, я говорила о том, что мне очень интересно посетить эту страну, и в том числе я приеду, и что мы будем. Он вам сделал приглашение? Нет. Вы сами делали визу? Да. У него остановились? Нет, в гостиницу. Почему? Мы поехали как туристы отдыхать. Вы поехали с подружками? Да, вот с Надеждой. За свои деньги? Да. Недорога не платила. Она какая глупая. Встретил? Ну, пять этих дней мы провели вместе. Он показывал достопримечательности. Познакомился с родителями, с родственниками? Нет. Такого вопроса не стояла. То есть вообще о серьезности и о продолжении отношений даже разговора не было? Не было. А ему хотелось сюда приехать? Ну, мне кажется, что нет. Но вы приглашали? Ну, я говорила о том, что, может быть, ты приедешь или мы вместе еще отпуск летний проведем. Провели? Нет. Он говорил о том, что у него по работе не получается. Мне стало казаться, что это отговорки. Может быть, так и не было, но все таким образом сошло на нет. А что-то еще такое было у вас яркое? Да. Потом появился другой человек в моей жизни. Я сначала долго не обращала внимания, потому что я влюблена была вот в этого, который в Эстонии, мальчика. Потом, думаю, а может быть, действительно нужно уже обратить внимание. Он за мной ухаживал. Ну вот, начали встречаться. Все. Мне казалось, что мы очень друг к другу подходим. Мы оба весы, и мы оба друг друга понимали. Например, он как-то себя вел, и я понимала, что я бы так же себя повела. Потому что вот очень на меня похож. Как будто две половинки одного человека. Считаю. Вот. Но через три месяца что-то в нем немножечко переменилось, и как-то я поняла, что он охладел. И мы обоюдно решили, что отношения как-то на нет сошли, сходят, и надо уже их прекратить. Вот. Два месяца были не вместе. Но, я думаю, что мы чувствовали, что это еще не конец. И после Нового года, вот этого, 2010-го, он вновь появился. Еще с более, наверное, пылкими чувствами. Он заговаривал о том, что может быть... Ну, даже не то, что заговаривал, а то, что нам нужно пожениться. О том, что это вопрос уже как бы решенный, просто вопрос времени. Ну, сейчас еще рано вроде бы, да? Ну, так и. Ну, опять же, получилось так, что опять через несколько месяцев что-то вот в нем произошло. Он объясняет это так, что в моей голове что-то переключается. Я вот сегодня люблю, а завтра вот как-то нет. Молодой. Ну, видимо, да, но вы знаете, я уже думаю о том, что, может быть, дело не в возрасте, а он всю жизнь таким будет. Меня это пугает. Я думаю, что дело не в нем, как в человеке. Если честно посмотреть на ситуацию, я думаю, что вы чуточку передавливаете с вниманием, чуточку передавливаете с интенсивностью чувств, хотите всего и сразу, на самом деле. Все может быть. Переключайте активность на детей, на домашнее хозяйство. Я не думаю, что вы чрезмерно активны. Тут дело именно в плотности контакта эмоционального. Хотите поглотить мужчину полностью. Вы, правда, из того класса женщин, которые сами способны отдаться полностью. Посмотри, на сегодняшний глянец просто активно призывает женщин брать инициативу в свои руки, идти первыми, звонить, уводить у подруги. Ну, я знаю, все что угодно. Нет, не про инициативу, Лариса, речь. Немножко про другое, про интенсивные чувства. Любить надо меньше? Нет, держать нужно за грудки меньше. Не 24 часа в сутки видеться, а установить для самой себя какой-то, я не знаю, нормативный интенсивный. Ну, когда молодая, но хочется 24 часа, немножко еще в страстях в этих поколотитесь. Спасибо. Ну, мужчины, правда, дайте им возможность пригласить вас в Таллинн, предложить познакомиться с родителями и так далее. Не бегите впереди паровоза, все у вас будет. Девчонки, а вы с мужчинами? Нет, тоже одинокие. Почему? Не знаю, пока не встретились. А как отдыхаете, как время проводите? Ну, я вот люблю увлекаться страстным видом спорта, сноубордом, вообще люблю спорт, танцы. Наташа поставила меня на ролики, теперь на сноуборд хочешь поставить. Да, молодцы, безвредных привычек, правда, Сватя? Да. Молодая, все впереди, хорошая девчонка, правда же? А вот если еще посмотрим то, что вы приготовили для Антона. Я хотела бы спеть. Ух ты. Это будет две девушки, давайте послушаем. Приятного аппетита. Словно ума тишина, набрасный день за днем проходит. Снова в доме я одна, и ничего не происходит. Ты не вспомнишь обо мне, и пусть мою печаль не утаить. Тебя мне не забыть. Молодец какая, правда? Слава, что ты мне скажешь. Пошел как каменный гость, чтобы потанцевали бы, боже мой. Действительно, взял бы за ручку. Это медленный танец. Можно потанцевать. Спасибо вам. Вы удивительная, я за вас. Севчонки, проходите. Спасибо вам. Понравился вам мужчина? Мне понравилось. Мне тоже. Что вы скажете? Зажгла. Правда? Зажгла. А вы? Ну да, очень интересная девушка. Несмотря на то, что она плохо интонирует, она красиво спела. Это очень важно. С чувством. С чувством, да. С чувством. Разглядела. Да, разглядела. Искренность. Не просто так, не с пустыми глазами. И улыбка у нее красивая, и зубы у нее прекрасная. Циничные друзья, конечно, у вас, но ничего, пойдем. Умная, интересная, образованная, любопытная, легкая, живая, настоящая. Все в превосходной степени. Потрясающе, Лена. Я бы дополнила друзей это определение к зубам. Еще кость хорошая. Рожать будет хорошо. Тоже, правда, неплохо? Безусловно, да. Ну, простоватая, конечно. Ну, какие друзья сидят стильные. Что, шарфики, которые не в тон свитерочек, это стиль, что ли, сегодня? Ну, а скажите, кто твой друг, и я скажу, кто ты? Ну, не знаю, мне кажется, здесь настолько все... А та хорошая, мне нравится, она такая бесхитростная. Вот это здорово. Еще бы скоро любой девушке, да. Все же перейти. Ну, я бы не согласилась с Розой в том, что простовато, на мой взгляд, как раз все на месте. В 24 года все идеально. И внешность, неплохая фигура, и удивительно тонкое попадание в ваше чаяние. Потому что поющая девушка, это вот один из тех образов, которые точно есть в душе. Поэтому я всегда отношусь к трепетным, когда девушки начинают петь. Редко кто это хорошо делает, надо сказать, здесь в программе. Сложную вещь спела. Да, но она просто попала сама вот где-то во внутренние ожидания, мне кажется. Поэтому рекомендовала бы. Аркадий, Светлана, кого советуете своему другу? Я советую Юлю, первую участницу. Я выйду обязательно. Я должна узнать этого человека поближе. Вы? Я все-таки остановлюсь на последней девушке, Елене. Мне показалось, что Антон очень интересный мужчина. Мне бы хотелось с ним познакомиться поближе, пообщаться. Я на самом деле в такой ситуации никогда в жизни не оказывался. Прекрасные девушки просто. Все девушки очень красивые, образованные, умные. Каждая. Мне кажется, ни одна из них не останется долго в одиночестве. Это точно. Вы знаете, безусловно, мне очень понравилась Елена. Но я рекомендовала бы вам свою коллегу Юлю, первую девушку. И возраст более вам подходит. Но сегодня она немножко дала диктора центрального телевидения. Все-таки профессию не пропьешь. Я раскусила тебя просто раскусила. Ей бы попроще, но я думаю, что это все-таки эффект. Когда лампочка загорается, все. Ничего не поделаешь. Я, конечно, за Юлю. Это давно известно, что с мужчинами жить тяжело, и что с женой жить тоже тяжело. Но без жены жить невозможно. Поэтому жениться надо. Ну, если кого выбирать, в общем-то, если надо, да? Ну, Юля все-таки... Юля телевизор. Жена телевизор. Вот я за нее. Видишь, как сходится, Василиса? Если бы вы родились в другое время, были бы Овном, Львом, например, я бы посоветовала вам Юлию. Потому что мне она по-человечески понравилась больше всех и произвела большее впечатление среди всех троих девушек. Но я понимаю, что в том, что касается гороскопов, всенострической астрологии, то есть астрологии совместимости, конечно, Елена опередила всех девушек. Вы одной стихии, рождены в стихии воздуха, и это значит, что договориться вам будет легко. Венеры водные, это значит, что у вас один уровень чувствования. Мне кажется, что вы из тех людей, я говорю, которые в магазине выберут один диван, которые, в общем, имеют сходную систему вкусов, ценностей и имеют шансы договориться. А это хорошо для брака, это здорово. Это правда хорошо для брака, поэтому я за Лену. Слушайте, свое сердце, оно вас не обманет. Антон, мы в любом случае будем с вами, поэтому идите к своей девушке. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4 четверки. Ольга, 27 лет, номер 1179. Финансовый аналитик. Собирается открыть творческую мастерскую в Италии. Ищет мужчину со здоровыми амбициями. Юрий, 51 год, номер 1180. Личный водитель крупного бизнесмена. Мечтает купить дом за городом и жить там с любимой женщиной, которая будет готовить ему вкусный борщ. Мы не знаем, будет Антон один или с избранницей. Выходите все из своих комнат, давайте поддержим их. Не ваш тип, не ваш тип. Ну как не ваш? Вы смотритесь восхитительно совершенно. Рядышком вставайте. Есть. Не скажу, конечно, что я очень удивлена. Я ожидала. У нас есть пара Антона и Юлия. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на статье Первого канала. Я Лариса Бузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Спасибо. Удачи, ребята. Спасибо большое.